Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Мы очень рады, что вы остаетесь нашими телезрителями, так как тот цикл передач, который мы сегодня начинаем, предполагает целый спектр обсуждаемых вопросов. Наши передачи рассчитаны на телезрителей, которым несколько прискучили традиционные классно-урочные занятия и кто хотел бы изучать законы естествознания, используя новые педагогические технологии, новые приемы. В нашем цикле передач мы предполагаем, что тот телезритель, который подготовлен, он с интересом познакомится с нашими педагогическими технологиями и приемами. А телезритель, не подготовленный, тоже с интересом в виде игры изучит законы, которым подчиняются предметы естествознания. Вот наша сегодняшняя передача называется «Легкость научных побед». И мы не случайно поставили там несколько различных знаков припинания. Там есть и восклицательный знак, и вопросительный, потому что ответить на этот вопрос, вот Евгений, легко ли достаются победы нашим ученым, наверное, будет не так однозначно. Например, в нашей передаче знаков припинания нет, но и если мы посмотрим на портреты или на скульптуры известных ученых, у нас будет возникать такое впечатление, что этим людям были чужды какие-то чувства суеты, чуждо переживания, и кажется, что это какие-то неземные люди. Как раз у нас тут есть портреты знаменитых ученых Михаила Васильевича Ломоносова, Сака Ньютона. В те периоды, когда они творят в своих лабораториях, какие испытывают чувства ученые? То есть легко ли им достаются победы? И вот я думаю, нам бы сегодня, Евгений, эту тему нужно обсудить, и чтобы наши телезрители пришли к выводу и в конце нашей передачи все-таки поставили какой-то знак, точка, восклицательный знак или вопросительный. Ну, наверное, у многих возникнет такой вопрос, а не все ли равно нам, каким образом доставались этим известным ученым эти научные победы? Мы потребляем, скажем так, продукты этих изобретений. Вот. Ну, тем не менее, наверное, вопрос такой возникнет, Людмила Сергеевна. Конечно. Ну вот какой-то сейчас мы слышим шум. Идет урок. Интересно. Да, действительно, очень шумный. Да. Что это за предмет и кто его читает? Оказывается, так могло быть на уроке у Ампера. На уроке у Ампера? Да, да. У известного ученого, который внес, наверное, самый большой вклад в электротехнику по сравнению со своими, ну, можно сказать, современниками. Вот такие уроки были у этого талантливого электротехника и физика. Да, вы знаете, а я подумал, что мы говорим совершенно о другом человеке. О ком, интересно? Я подумал, что мы говорим об известном ученом, об Эрнсте Резерфорте. Вот как раз мы можем видеть его фотографию. Так что, у него занятия тоже проходили не в полной тишине? Ну, если говорить о жизни этого выдающегося английского физико-экспериментатора, то ему тоже приходилось преподавать. Ну, вообще, жизнь у него была непростая. Он родился в Новой Зеландии. Родился он в 1871 году в новозеландской деревне. Причем он был одним из 12 детей шотландского фермера, который переехал в Новую Зеландию. И жили, конечно, они небогато. Но он настолько тянулся к науке, что первоначально он учился в колледже местного города. А затем, так как было видно, что молодой человек очень образован, он действительно, у него есть талант к естественным наукам, его затем просто-напросто он поступил уже, имел стипендию, поступил уже в более крупное учебное заведение, уже более крупного новозеландского города. И уже он в то время стал выступать с определенными научными докладами. И что интересно, что он выступил... Один из первых его докладов назывался следующим образом. Об эволюции материи. И он выступил с этим докладом на заседании студенческого общества, где вот уже там он выдвинул идею о том, что все атомы состоят из одних и тех же составных частей. Но коллеги его не поняли. Идею Резерфорта приняли неодобрительно. Ну и в итоге он должен был извиниться перед научным обществом. Но вот мы говорили о том, что очень шумно было на занятии. Почему же вот он такой талантливый человек преподавал? А дело было в следующем. Когда он окончил колледж, он окончил колледж с отличием, денег ему не хватало. И тогда он стал преподавать, соответственно, физику. Как учитель, да, его действительно ребята не очень слушались, потому что он настолько любил естествознание, что очень иногда увлекался отдельными вопросами. Ну а школьники ведь тоже бывают разные. И некоторым это было далеко не интересно. И они просто начинали заниматься своими делами. А, конечно, когда они видели, что учитель этого не замечал, они начинали очень... Ну и в том числе... Говорят, что они даже могли свободно выйти из аудитории. И только если Резерфорд замечал, что был такой ученик, сбежавший во время занятия, он тогда возмущался, выгонял студента с лекций. Но, насколько мне известно, что студенты знали приемы, которые нужно было использовать, чтобы Резерфорд забывал о провинившемся. Вот какой это был прием? Ну, они, конечно же, показывали, как им интересен предмет. И, естественно, они старались уже подготовиться и задавали вопросы, которые особенно интересовали их учителя. Но, тем не менее, вот мне хотелось бы сказать, что действительно в те годы Резерфорду приходилось достаточно тяжело. Ему приходилось, с одной стороны, преподавать, а с другой стороны, он еще занимался фактически и земледелием. Вот, и вот когда он узнал, что... Дело в том, что в то время, так как он жил в Новой Зеландии, предоставлялась такая квота, ну, по современным, наверное, терминам, можно назвать грант на обучение Великобританию. То есть... И вот он выиграл этот грант. И тогда он сказал следующее. Когда он узнал об этом, он занимался выкапыванием растений. И тогда он от радости бросил лопату и сказал, наверное, это последнее растение, которое я выкопал. Ну, и в чем-то он, конечно, был прав. Ну, и затем, конечно, вот, если говорить об учителе, о Резерфорде как об учителе, он, безусловно, был, можно его назвать хорошим учителем. Даже вот, если мы говорим уже не о школьных учителях, а именно о тех учениках, которые у него были. Да, он был как преподаватель для тех, кто уже выбрал физику как науку. Он был очень сильным преподавателем. Но для этого хорошо работал с теми студентами, которые уже определились. То есть им была интересна физика, и он помогал им найти свой путь в этой науке. Ну, и вот вы знаете, что я вот еще хотел пару слов добавить, что у него было очень много известных учеников. Он работал в разных местах. Скажем так, ему очень нравилось работать в Канаде, в Монреале. Но он всегда говорил своим ученикам, не нужно очень долго работать. Нужно работать до шести вечера. А затем нужно думать. Плохи те люди, которые очень много работают и мало думают. Вот и многие ученики вспоминали его вот это высказывание. А Резерфорду самому при жизни понравилось высказывание одного из его друзей. Что Резерфорд был таким человеком, который за всю свою жизнь не нажил себе ни одного врага, но самое главное, не потерял ни одного друга. Хотя жизнь у него, конечно, была не в личном плане. У него погибла дочь. Евгений, про Ампера такого не скажешь. Они всегда говорили, что это человек, который стремится к конфликту, хотя он совершенно был не конфликтующим человеком. Считали, что он приспособленец, хотя этих черт совершенно не было у Ампера. И более того, он был очень прямодушным человеком и говорил иногда такие вещи, которые не принято было высказывать. То есть прямолинейные. Да, очень прямолинейные. Этим он обижал и даже терял иногда своих лучших друзей. Ну вот у Ампера вообще судьба была тоже своеобразная, интересная. Он был очень таким своеобразным человеком, имел плохое зрение. И из-за этого очень часто путал тряпку, предназначенную для того, чтобы стирать с доски мел, и носовой платок. То есть представляете, в каком виде он стоял перед студентами. Более того, Ампер был очень легковерным. То есть ему можно было рассказать любую такую ерундовую ситуацию. И он искал в ней логику. Причем вот эта его легковерность была от его гениальности. Потому что как гениальный человек он во всем пытался найти логику. Интересно было и тот момент, что, например, Амперу тоже пришлось работать в школе. Более того, ему пришлось даже работать инспектором школ, потому что денег было мало. И вот ему отправляли. То есть здесь есть определенная аналогия с резервфортом. Да, отправляли инспектировать школы. Он считал количество чернильниц, количество тряпок, количество досок. Ой, наверное, такая скучная работа. Ну, эти деньги позволяли Амперу существовать. Более того, ученики тоже использовали некоторые моменты в недостатке Ампера в своих интересах. Например, увидев, что он плохо видит, студенты стали убеждать его, что они тоже все очень плохо видят. И Ампер, стараясь написать на доске крупно, иногда получалось так, что он на доске мог написать только одно слово. То есть студенты говорили, нам плохо видно, нам плохо видно. И вот Амперу приходилось вот так крупно писать на доске. Он иногда проявлял рассеянность. Я уже говорила, но эта рассеянность окружающими расценивалась как психологический прием. Говорили, что он делал специально, чтобы завести нужные знакомства. Например, однажды в гостях Ампер ошибся и надел шляпу. У него она была такой сферической формы, а он надел чужую шляпу такой треугольной формы. И в этой шляпе ушел домой. На второй день он вернул хозяину, но все окружающие говорили, это сделано специально. Ампер желает завести вот таких нужных знакомств. И этот человек сформулировал закон, который в электротехнике играет ведущую роль? Да, действительно. Этот человек сформулировал один из важнейших законов в электротехнике. Этот закон лег в основу расчета всех электрогенераторов. Но, естественно, не так легко Амперу удалось доказать правоту. Не так легко он доказывал правильность своих законов, так как его считали еще и выскочкой. Потому что он по своему образованию был разносторонний человек. Он и математиком был, и биологом. И поэтому его физики воспринимали... То есть фактически можно сказать, что это такой человек, который работал на стыке наук. На стыке наук, но его воспринимали физики как выскочку. Вот давайте посмотрим как раз фотографию Амперметра. Да, вот Амперметр, кажется, прибор, с которым мы все в жизни встречались, лабораторные работы выполняли. Так вот, для того, чтобы изготовить этот прибор, произвести расчеты, все это делается на законе открытым Ампером. Но вообще, Евгений, наверное, история науки, как я думаю, это самая объективная история. И если бы, наверное, мы вот так рассматривали каждое открытие и его историю, то хорошо бы была не только история науки видна, но и история всей страны. А вот я бы хотела у вас спросить, а что это за ученый Либих? У него тоже интересная судьба была. Вообще, вот мы когда говорили о людях, которые работают на стыке наук, наверное, Юстуса Либиха тоже можно было бы отнести к таким известным ученым. Вот перед нами фотография Юстуса Либиха. Юстус Либих родился 12 мая 1803 года. Отец его был владельцем аптекарского магазина. Ну, надо вот сказать, что в то время в Германии, как и во многих других европейских странах, отношение к естественным наукам, ну, скажем так, было весьма своеобразным. Кстати говоря, знаете, как называли в то время естественные науки? Нет, интересно. Реальными науками. Реальные науки. Реальные науки. Вот. И что интересно было, что Юстус Либих, он уже с детства стремился к познаниям именно химии. Химия его очень увлекала. Но в то время, чтобы стать хорошим химиком, ну, необходимо было стать специалистом в области аптекарского тела. Учился Юстус Либих весьма и весьма плохо. Дело в том, что в то время в гимназиях преобладали различные гуманитарные дисциплины, изучение различных иностранных языков, например, в том числе латыни. И здесь Либих, скажем так, не то что не являлся лидером, а был чуть ли не последним учеником класса. И вот однажды директор школы спросил у него, кем же ты хочешь стать? А он на полном серьезе сказал ему, я хочу стать химиком. И тогда он перед всем классом поднял его на смыть. Химиком? Да что это за профессия-то такая? Химики это, наверное, те, которые ищут способы получения золота. И химики это, наверное, мошенники. Хи-хи, ха-ха. Ну, конечно же, оказалось, что он был, безусловно, неправ. И вот проходит время, и Юстас Либих делает большие, грандиозные успехи в химии. Но, знаете, он уже, в принципе, с молодости хотел связать мир растений, животных и мир минералов. Ему казалось, что химия, химическая наука, она тесно связывает все эти направления, живую и неживую природу. То есть тоже работает на стыке наук. Да, абсолютно верно. Ну, а теперь, наверное, нам стоит и изучить поподробнее закон Ампера. Вообще, в чем он заключается? Ну, во времена Ампера был такой физик Эрстет, который провел очень интересный опыт. Он доказал, что электричество и магнетизм между собой связаны. То есть, если пустить по проводу электрический ток, а рядом будет находиться магнитная стрелка, то стрелка начнет реагировать на ток, проходящий по проволоке. Опыты Эрстета пытались повторить многие ученые. Эрстет дал этому объяснение, но объяснение было очень сложным. А Ампер, как творческий человек, он решил несколько изменить опыт Эрстета. Он взял два проводника и пустил по проводникам ток. Вот у нас на слайде это видно. Итак, два проводника. Если токи идут в одном направлении, то проводники притягивались. Если токи шли в разных направлениях, то проводники отталкивались. И вот, таким образом, путем эксперимента Ампер выводит пока экспериментально закон взаимодействия токов. То есть это он выводит и рассказывает, да, наверное, при научном сообществе. Да, 45-летний Ампер стоит перед членами Французской Академии Наук и зачитывает свой закон. Он формулирует, дает первую формулировку, только что представленную у нас на слайде. Далее Ампер говорит, я вывел правило, которое он назвал правило пловца. Сейчас мы его называем так, правило Буравчика. Это у нас в России, а вообще все остальные страны это правило называют правило охвата. Ампер его назвал правилом пловца. В чем заключается правило? Он говорил, если ты представишь себя плывущим по направлению тока, то есть ток входит в твои пятки, а выходит из головы. И если ты наблюдаешь в этот момент за магнитной стрелкой, то отклоняется будет стрелка, которая направлена к северу. Значит, это было правило пловца. И третье открытие, которое делает Ампер, он говорит, что вот мои два открытия являются основными, а вот опыты Эрстеда это частный случай того открытия, который сделал я. И Ампер говорит, я продолжу работу, я выведу математическую зависимость. Как взаимодействуют проводники с током? Именно вывести математическую зависимость. Ну, естественно... А как вообще научное сообщество отнеслось вот к открытию Ампера? Отнеслось очень тяжело. Амперу пришлось участвовать в спорах, а он споры научные вести не мог. Ну, во-первых, ему предъявлялись первые претензии. Ученые говорили, ну, а что такого вы удивительного открыли? Подумаешь, возьмите два заряда положительных или два отрицательных, они будут притягиваться или отталкиваться. То есть им показалось, что все это очень просто. Да. Ампер говорит, ну, речь идет о зарядах, а у меня два проводника, и токи-то в одном направлении текут, они не отталкиваются, а притягиваются. Тогда Амперу ехидно говорили те же самые ученые, пожалуйста, а что тут такого удивительного ты открыл? Есть известные законы классической физики. Если два тела взаимодействуют с третьим телом по отдельности, то эти тела должны взаимодействовать и между собой. То есть если по проводнику пустить ток, он будет взаимодействовать с магнитной стрелкой. Если взять второй проводник, пустить ток, то он же будет взаимодействовать с магнитной стрелкой. Что ж тут удивительного, что у тебя два проводника, и они между собой взаимодействуют. Но вот тут Амперу помогли друзья, и друзья очень такие находчивые, обыкновенных два металлических ключа помогли отстоять позиции Ампера. То есть вот такие обычные ключи, да? Да. Когда Ампер выслушивал вот такие к себе претензии, он не знал, как противостоять вот таким претензиям. То есть он взял два ключа, да? Это не он. Он растерялся и решил больше не участвовать в спорах. Но один из его друзей взял два ключа и сказал, посмотрите, пожалуйста, господа ученые, у нас два ключа. Если один ключ будет взаимодействовать, поднести к магниту, он будет взаимодействовать с магнитом. Если второй ключ поднести к магниту, он тоже будет взаимодействовать. А теперь возьмите два ключа, положите их рядом. Вы что, увидите, что они притягиваются или отталкиваются? Нет, вы этого не увидите. Поэтому вы должны согласиться с тем, что Ампер действительно сделал интересное научное открытие. Я вот думаю, наверняка еще, когда мы говорим об Ампере, и мы тоже высказали, что он занимается разными науками, как бы, и не является большим специалистом. Да, действительно, у Ампера есть еще одна очень хорошая работа научная, математическая. Он ее написал в 27 лет, поэтому его считали выскочкой, что это была работа по математике. Но Ампер доказал математически, как правильно участвовать в азартных играх или держать пари. Причем, есть ли два человека одинакового достатка или есть ли два человека разного достатка? Ну, его математическое открытие заключалось в следующем. Значит, если два человека спорят, и у них одинаковый достаток, то ставки должны соответствовать вероятности события. Если, допустим, вероятность одного события составляет два к одному, значит, и ставки должны быть такими же. Но Ампер пошел дальше, и в его математической работе было доказано, вот если несколько человек одного достатка участвуют в пари или ведут карточные игры, как в этом случае, чтобы один не разорился, ни тот, ни другой, ни богатый, ни бедный не разорились? Оказывается, должно быть ограниченное количество споров пари или ограниченное количество партий. Если это количество партий будет ограничено, бедный не разорится, богатый тоже не разорится. Но как только спорщик начинает спорить по любому поводу, то есть количество партий возрастает, то здесь разорится и тот, и другой. Вот такая была статья научная у Ампера. Да, Ампер был по-настоящему весьма таким прогрессивным человеком, и действительно он ориентировался во многих вещах. Кстати говоря, вот даже можно то же самое сказать и про Юстаса Либиха, ведь его тоже сразу не приняли. Увлекаясь химией, он выпустил книжку, которая называлась следующим образом. Органическая химия в приложении к земледелию и физиологии. Вышла она, ну скажем так, даже можно не этот термин ввести, а более верно сказать, сельскохозяйственная химия, да, потому что там были, в первую очередь там все-таки изучались даже неорганические вещества, если говорить более четко, поэтому это даже скорее неорганическая химия в приложении. Так вот, что он заметил? Он заметил, вот у нас, например, здесь стоит комнатное растение, да, что вот рост, например, и внешний вид этого комнатного растения, а также как и жизнедеятельность, зависит не от тех веществ, которые находятся в большом количестве, а, наверное, от тех веществ, которые ему не хватают. И вот он обратил внимание, что действительно ростовые показатели, урожайность растений и так далее, внешний вид, имеют зависимость от большого количества самых разных веществ. Но, к сожалению, физиологи не приняли его эти изыскания. Они посчитали, что ну как этот человек, который занимается химией, тут еще написал полно всяких формул. Но затем Юстас Либих, кроме растений, вообще сделал очень-очень много всего. Вот, но вот благодаря вот тому, что мы сказали, даже в экологии появился закон. Закон минимума Либиха. Он, конечно, звучит немножко в другом плане, но тем не менее он существует. И мы здесь видим, как вот он посмотрел, как неорганические вещества влияют на рост и развитие растений. Какой же нам теперь знак поставить в теме нашей передачи? Восклицательный, вопросительный или точка? Легкость научных побед. А пусть решают телезрители сами. Да, пусть решают наши телезрители. До свидания. До свидания.